Глубоко уважаемый Михаил Романович, глубоко уважаемые коллеги. Доклад мой посвящен трижды негативному раку, исследованию, которое проводится в Институте онкологии на отделении опухолей молочной железы. В начале общей данной, последние достижения в лечении рака молочной железы связаны с удачами биологии в выявлении некоторых механизмов канцерогенеза. То есть в 70-х годах это было деление опухолей на гормон чувствительный и гормон негативный. В 90-х это выявление хер-2 статуса пациента, позитивный и негативный. В 2000-х после работы Перова это было выявление молекулярно-биологических подтипов опухолей, который тоже дал нам новый толчок в лечении опухолей молочной железы, новые направления. В последние десятилетия основное направление это выявление сигнальных путей. И вероятнее всего следующие несколько лет будут именно направлены на изучение препаратов, выявление препаратов, которые воздействуют на эти сигнальные пути. На данном слайде представлена предполагаемая ежегодная смертность от рака молочной железы в Соединенных Штатах Америки. Данный слайд будет представлен на конференции АСКО в этом году. Как видно, трижды негативный рак молочной железы занимает шестую позицию после рака яичников. То есть 5% только приходится ожидаемая смертность на трижды негативный рак молочной железы. Также на данной конференции была представлена эпидемиология трижды негативного рака молочной железы с указанием некоторых факторов риска для него. И вот очень интересно заслуживает внимание, что беременность больше трех детей уже почти в два раза повышает возможность развития трижды негативного рака молочной железы. Беременность моложе 26 лет также и также живорождение трех детей, но без последующего грудного скармливания. Также почти в два раза повышает возможность развития трижды негативного рака молочной железы. На данном слайде представлено количество публикаций под меди с запросом новообразования молочной железы, включающих название или реферати слова трижды негативной или базально подобной. Как видно, до 2004 года можно сказать, что почти не было публикаций. И буквально уже за 5-6 лет просто пик, который пришелся на 2011-2014 года. То есть больше четырех тысяч уже публикаций. При этом основные направления изучения данной проблемы были посвящены как гистологическим изучением гистологических по типу трижды негативного рака молочной железы, так и молекулярно-генетически. То есть в большинстве случаев мы при трижды негативном имеем инвазивно-протоковый рак, 95% случаев. До 2% это дольковый рак инвазивный. Также менее 1% случаев это может быть сплоскоклеточный метапластический, веретиноклеточный метапластический, аденокистозный, секреторный, атипичный и атипичный медулярный или апокриновый рак. После выделения в 2000 году пероу молекулярно-биологических по типу опухоли, когда были выделены HER2 сверхэкспрессирующие, люминальный А и Б, базально подобные и нормально подобные по типу, и в дальнейшем работы были посвящены именно изучению гетерогенности самого базально подобного по типу. И уже по Лехману было выделено 6 по типу, с учетом неклассифицированных 7, а интегративных кластеров было выделено 10. Чем вообще отличается трижды негативного от базально подобного? То есть трижды негативного имеется в виду в первую очередь отсутствие экспрессии эстрогеновых, прогестероновых и HER2-рецептора. Приходится порядка 15% всех случаев рака молочной железы. Характеризуется низкая дифференциация опухоли, экспрессия цитокератинов 5,6,17 и позитивный ЕГФР. Но при этом трижды негативный по типу как иммуногистохимический, то есть он определяется иммуногистохимический, может быть небазально подобным, включая другие гистотипы, такие как медулярный, аденокистозный и другие. Где-то до 30% из них – это низкоклаудиновый по типу высокой экспрессии маркеров стволовых клеток. И почти 90% трижды негативного рака молочной железы не имеют БРК-мутации. 75% трижды негативного рака молочной железы являются истинными базально подобными. То есть только 75, две трети. Базально подобный, но не трижды негативный определяется только по генной экспрессии. При этом чаще встречается БРК-мутированной опухоли. И в 15-40% случаев может быть экспрессия рецепторов эстрогена, прогестерона или HER2. При БРК-мутированных опухолях, вот это встречается в порядке 50% случаев рака молочной железы, вот 50% из них относятся к базально подобному по типу. На данном слайде представлены по типу выделенные Лехманом, то есть 6 основных. Это базально подобный тип 1, который характеризуется измененным клеточным циклом и экспрессией генов ответа на повреждение ДНК. Это базально подобный тип 2, экспрессии факторов роста и мнеоэпитериальных маркеров. Это иммуномоделирующие, для которых характерно наличие антигенов иммунного ответа и генов цитокинов и ядерного иммунно-трансдукционного сигнального пути. Вот это чаще всего при медулярном раке молочной железы. Это мезонхимиальные и мезонхимиально-стволово подобные по типу, для которых характерны экспрессия генов эпитериально-мезонхимиального перехода и сигнальных путей факторов роста. И последний по типу – это люминальный андрогенный рецептор позитивный, соответственно, экспрессии люминальных генов и рецепторов андрогенов. Также, как было указано в утреннем докладе Владимира Федоровича Семиглазова, гетерогенность опухоли также зависит от инфильтрации лимфоцитами. В исследовании калифорнийских ученых было показано, что CD4 и CD8, а также CD68 макрофаги могут играть главную роль в прогнозе рака молочной железы. И трехмаркерная иммунная сигнатура предполагает, что иммунный профиль с низким содержанием CD68, CD4 и высоким CD8 характерен для первичного рака молочной железы, который даже в случае только хирургического лечения характеризуется хорошим прогнозом. И, напротив, иммунные ответы при CD68 высокий, CD4 высокий, CD8 низкий соответствуют группе больных с риском развития отдаленных метастазов и плохой выживаемости. Но это характерно вообще при всех случаях рака молочной железы. Что касается трижды негативного рака, вот исследование БИК-02-98 при подгрупповом анализе, изучившем 256 случаев трижды негативного рака молочной железы, было показано, что при наличии опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов безрецидивная и общая выживаемость намного лучше, чем при отсутствии. И разница безрецидивной живой достигает 30% при достоверном ПИ. На сегодняшний день выявлены множественные сигнальные пути, на которые возможно воздействие при лечении трижды негативного рака молочной железы. То есть это при ингибиторе PI3K-MTOR, это таргетный препарат репарации ДНК, это ингибиторы RAF-MEC, это ингибиторы клеточного цикла или методического веретена, и ингибиторы FGFR. То есть это вот основные направления. Но при этом где-то в 30% случаев отмечается очень хорошая реакция на стандартную химиотерапию. То есть его тоже нельзя исключать из путей поиска лечения трижды негативного рака молочной железы. Вот порядка 90% больных с трижды негативной опухолью имеют хотя бы один из этих сигнальных путей. На данном слайде представлены активные исследования на 2016 год, посвященные трижды негативному раку молочной железы. Всего их в ПАБМЕДе было выявлено порядка 170. Где-то в 100 случаев в этом химиотерапия или химиотерапия с таргетной терапией. Также 100 случаев приходится на химиотаргетную терапию. Также использование других монокональных антител или иммунотерапии. На отделении опухолей молочной железы с 2015 года проводится открытое моноцентровое рандомизированное исследование второй фазы неодевантной терапии препаратом или булин в комбинации с карбоплатином в сравнении поклитоксил карбоплатина у больных с местно распространенным трижды негативным раком молочной железы. Из данной группы, то есть при наборе нами исключены пациенты с БРК-мутацией, так как они участвуют у нас в другом исследовании. Дизайн исследования представлен. То есть после рандомизации, в каждую группу сейчас на данном этапе планируется включение по 15 больных, но надеемся, что возможно будет увеличить до 30. То есть пациенты получают эллибулин в комбинации в первый-восьмой день или в комбинации с карбоплатином АОК-6 в первый день или поклитоксил дозе 80 мг внутривенно в первый-восьмой день в комбинации также с карбоплатиной в первый день. Также после каждого второго цикла проходят пациенты контрольное обследование и после завершения четырех фактических циклов выполняется хирургическое лечение и уже в адювантном режиме пациенты также получают адювантную химиотерапию по схеме ФДЦ в стандартных дозировках. Выбор на карбоплатину у нас был основан на данных следующих исследований. Это СИЛ-ЖИБИДИ 4603 ГЕПАРД-СИКСТО, где было показано, что подключение к стандартной химиотерапии карбоплатины увеличивает частоту полных морфологических регрессов на 15-20%. И данные также статистически достоверные. Вторым препаратом исследования у нас явился ХАЛОВЕНТ-ЕРЕБУЛИН, который является ингибитором динамики микротрубочек нитоксанового ряда, принадлежащий галихондриновой группе противоопухолевых препаратов. На сегодняшний день в России он зарегистрирован только для лечения пациентов с местно распространённым или метастатическим раком молочной железы, которые получили ранее не менее двух различных режимов химиотерапии, включающих антрациклины и токсаны. За исключением тех случаев, когда эти препараты не могли быть назначены. Ирибулин, мишенью действия, как уже было сказано, является тубулин, но в отличие от препаратов токсанового ряда и веналкалоидов, ирибулин необратимо связывается с положительными концами микротрубочек и необратимо препятствует делению опухолевой клетки, что в итоге приводит к её гибели. И считается, что даже однократное введение ирибулина вызывает ремоделирование сосудистой сети опухоли, упорядочивая её и уменьшая гипоксию в опухоли, что способствует лучшей доставке препарата к опухолевым клеткам и более выраженному противоопухолевому эффекту. Препарат был зарегистрирован в ЗЕИ в 2011 году. Ну, а основное исследование регистрационное – это EMBRACE, в котором пациенты получали по рандомизации, то есть это пациенты после не менее двух линий химиотерапии по поводу метастатического заболевания, получали или эрибулин, или терапию по выбору врача. И было показано, что в группе с эрибулином вот вероятность в группе показателей выживаемости, ну, среднего медиана общей выживаемости на 2,7 месяцев была лучше. Основной целью нашего исследования является оценка частоты полных морфологических ответов. Также нами будет оцениваться оценка профиля безопасности исследуемых препаратов и оценка 3- и 5-летней безрецидивной общей выживаемости. Ну, на данном слайде представлены все обследования, которые пациенты у нас проходят на этапе рандомизации, то есть на скрининге. Ну, пропустите этот слайд, здесь опытные люди сидят. Что? Пропустите этот слайд, здесь опытные люди сидят. Да, ну, я пропускаю. Ну, промежуточные результаты, которые имеются на сегодняшний день, в каждой группе сейчас лечение получили, завершили и получают 12 пациентов. Клинический ответ после 4 курсов оценен у 9 пациентов в группе эрибулина и 8 в группе поклитоксела. Ну, как видно на слайде, в большинстве случаев нами достигнут частичный или полный регресс, который как бы подтверждается также морфологически. То есть полный регресс в группе, по 2 случаев в группе эрибулина и в группе поклитоксела. Частота частичных регрессов тоже 6 и 5 случаев. По одному случаю достигнута стабилизация. Только в группе эрибулина одна пациентка была с отрицательной динамикой, но в любом случае это все укладывало стабилизацию. Что касается нежелательных явлений, по негематологической токсичности мы не выявили каких-то отличий. В плане гематологически чаще в группе эрибулина наблюдалась аномия и нитропения. И в конце позвольте показать некоторый парадокс, который имеется в лечении трижды негативного рака молочной железы, как известно по данному обследованию, частота полных морфологических регрессов при лечении трижды негативного рака молочной железы достигает 20-30% на одевантном режиме, а не трижды негативно – 5,15%. Но при этом трехлетняя безэтидивная общая выживаемость хуже при трижды негативном раке молочной железы. То есть вот видно, что… Так, мышка не работает. Видно, что при полном регрессе 98% трехлетней выживаемости в группе не трижды негативно, 94% в группе трижды негативно. А при наличии резидуальной опухоли данная разница почти 20% и статистические результаты достоверны. И также, вот как было показано в когортом исследовании госпиталя Женского колледжа Торонто, исследование 87-97 года с медианой наблюдений 80 лет, основная частота местных рецидивов заболеваний приходится на первый, второй, третий год. В дальнейшем, после где-то 5 лет наблюдения, результаты такие же, как и в случае не трижды негативного. И в заключение. Трижды негативный рак молочной железы – это иммуногистохимический определенный по типу рака молочной железы, в которых реактивируется отсутствие на экспрессии рецепторов эстрогена прогестеронных ЕР2. Они имеют агрессивную биологию, что проявляется как морфологический, клинический, так и молекулярно-генетический. Трижды негативный рак молочной железы реагирует на различные химиопрепараты, однако на данный момент нет конкретного стандартного режима или препарата для терапии, выбора. При трижды негативном раке молочной железы пока не определены конкретные клинические терапевтические мишени. И трижды негативный рак молочной железы предоставляет собой гетерогенную группу опухолей, вероятно, с разным ответом на различные виды лечения и, возможно, разным прогнозом. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо. Скажите, пожалуйста, базально-клеточный рак – это не маркерный случай? Ну… Ну, он же необычный, ну трижды негативный. Ну и что же трижды негативный? А базально-клеточный имеет хороший прогноз. Нет, почему базально-клеточный имеет хороший прогноз? Ну, лучший прогноз, вы сказали. Нет, я не говорил такого, что имеет хороший прогноз. Плохой прогноз, да? Конечно, имеет плохой прогноз. Но чем он выделяется? Почему его выделили базально-клеточный рак? Ну, это, во-первых, базально подобная, это молекулярно-генетическая терминология. И в данном случае оно характеризуется, и вот как было показано, несмотря на высокую частоту полных морфологических регрессов на наодевантную терапию, она характеризуется более агрессивным течением и более низкими результатами выживаемости. И, как уже было показано, это все-таки является неоднородной группой. Возможно, все-таки есть некоторые подтипы, вот именно трижды негативного типа, которые характеризуются и хорошим прогнозом. Но какая подгруппа именно ухудшает вот эту всю статистику и портит лечение, ну, к сожалению, результатов, то есть так пока нет. Скажите, я для себя вопрос хочу прояснить. Медулярный рак молочной железы, чем он отличается от медулярного рака щитовидной железы и других вокализаций? Тем, что он расположен в молочной железе или есть генетические различия? Ну, Михаил Анатольевич, честно сказать, не могу ответить на данный вопрос. Вы же работаете... Да, я работаю на отделении опухолей молочной железы, и, к сожалению, в каком-то плане, возможно, я... Локализация, монолокализация моей специальности не позволяет, знаете, особенности щитовидной железы. Ну, конечно, я просто хочу сказать, здесь дискуссия... Это же суррогатная модель базально-подобного рака, которую мы выделяем на отделение путем окраски в сетокератин и EGFR и P53, наверное, проделана работа под коневым матрицем, тысяча с чем-то больных. И что интересно, рецепты положительный рак, часть пациентов тоже окрашивается в эти маркеры, и худший предмоз, как сказал Гарри Альбётович. Я просто хотел спросить, или вы говорите о трижды негативной группе пациентов. И вот в эту группу некоторые авторы... Аллорат рецепторов 0,0,0. Некоторые считают, что слабо положительные рецепторы тоже относятся к трижды негативному раку. В раке, чем вы руководствовались, то есть Аллорат от 1 до 3, это тоже можно отнести к трижды негативному раку? Ну, если мы основываемся на, опять-таки, множестве рекомендаций для отбора пациентов для клинических исследований, то выше двух считается уже слабо позитивно и не рекомендуется включать таких пациентов. У нас в исследовании только у одной пациентки был один балл по эстрогеновым рецепторам. У всех остальных именно были трижды негативные опухоли. Поэтому вот... То есть мы старались именно брать трижды негативные опухоли. Большое спасибо. Методика и идеология понятны. Хорошо. Еще вопрос к вам. Вот полный морфологический эффект. Вы показали впечатляющие цифры. У вас хороший морфолог? Ну, честно сказать, у нас чуть хуже, чем международные данные. То есть частота полных морфологических регрессов у нас ниже, чем... Ну, не 30%. Сколько у вас срезов? У нас... То есть срезы при исследовании. То есть, если я не ошибаюсь, у нас... Ну, то есть я знаю, что у нас в работе морфологи используют рекомендации, то есть стандарт М.Д. Андерсон, центра М.Д. Андерсон. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Спасибо.